Свобода собраний, мирных митингов, пикетов и демонстраций – это базовое право гражданина. Оно прописано не только во всеобщей декларации прав человека, например, но и в Конституции многих стран, в том числе России. Почему же россиян так часто наказывают за участие в протестах, если это их конституционное право? До 93-го года в России действовала Конституция РСФСР. Она провозглашала свободу собраний, но на деле советским гражданам разрешалось проводить лишь одобренные партии демонстрации и шествия, а другие попытки протеста жестко пресекались. После распада СССР реальность изменилась. Люди смогли свободно протестовать и начали массово выходить на улицы по разным причинам. Например, против ГКЧП или за Ельцина. В 93-м новая Конституция России закрепила свободу собраний, а также провозгласила равнение на международные общепринятые практики по защите прав человека. Первый федеральный закон, который регулировал свободу собраний в России, президент Владимир Путин подписал в июне 2004 года. Заявленной целью документа было привести право на свободу собраний к единому стандарту по всей стране, чтобы оно было согласовано с Конституцией и Декларацией прав человека. Но даже тот закон критиковали за чрезмерную строгость, а с тех пор ситуация лишь усугубилась. Одно из главных нововведений закона 2004 года – согласование митингов с властями. Сама по себе эта практика в мире довольно стандартная. Например, во Франции организаторы обязаны предупредить власти об акции протеста, иначе им грозит 6 месяцев в тюрьме или штраф в 7,5 тысяч евро. Делается это для того, чтобы можно было обеспечить общественный порядок во время проведения акции, или при необходимости реорганизовать транспортное движение, например. Важно понимать, что уведомление о проведении митинга – это не просьба разрешить его, а лишь информирование о намерениях. В России же по факту вместо уведомительного порядка проведения акции утвердился разрешительный. О такой тенденции говорилось докладе уполномоченного по правам человека уже в 2007 году. Самое заметное протестное движение в России конца 2000-х было связано как раз с борьбой за право на митинги без согласования. С 2009 года стратегия 31, считая это требование неконституционным, проводила митинги каждый месяц 31 числа, не согласовывая, конечно. Участников акции жестоко разгоняли. Как объяснял тогда премьер-министр Путин, где нельзя протестовать, бьют дубиной по башке. Нельзя? Пришел? Получи! Тебя отоварили. С тех пор ситуация стала только хуже. Сроки подачи уведомления очень жесткие, и их несоблюдение может привести к несогласованию. Как отмечает Денис Шедов из правозащитного центра «Мемориал», власти также могут отказать и по множеству других причин. Формат или цель акции, организаторы или количество участников. Акцию, например, могут не согласовать вовремя, что критично для мероприятий, привязанных к дате. Эти два момента, очень широкие полномочия властей и размытый перечень оснований для отказа в проведении акции и жесткие сроки, они, по сути дела, с самого начала процедуру согласования сделали такой процедурой спрашивания разрешения. К 2020 году от Института согласования вообще ничего не осталось. Очередной пакет законов позволяет властям отвечать на заявку организаторов один раз. А организаторам не остается ничего, кроме как согласиться на условия властей, либо отказаться от проведения акции. Риски, связанные с участием в несогласованной акции, тоже постоянно возрастают. В 2012 году после протеста на Болотной площади для участников и организаторов несогласованных митингов повысили штрафы и ввели возможность наказывать их принудительными работами. В 2014 участие в протестах может уже повлечь в возбуждение уголовного дела по печально известной датинской статье. Вот что касается теоретической такой рамки, международно-правовой рамки, и в таких, собственно, в такой модели оснований для привлечения к ответственности штрафом и уж тем более арестом или уголовной ответственности с заключением до пяти лет просто нет места. Собственно, наказывать людей можно за, собственно, причинение вреда, но не за реализацию их конституционных прав. Единственной формой протеста, о которой можно было не уведомлять власти до недавнего времени оставался одиночный пикет. Но в 2017 году пикеты с использованием быстровозводимой сборно-разборной конструкции, создающей препятствия для движения пешеходов и транспортных средств, приравняли к коллективным, то есть требующим согласованиям. Определение сборно-разборной конструкции размыто. Ее называют как агитационный клуб, так и картонную фигуру депутата Леонида Слуцкого. А в 2020-м желающим встать в одиночный пикет запретили собираться в очередь, приравняв ее к митингу. Однако даже с соблюдением всех этих ограничений провести пикет получится не везде. В 2012-м в России запрещены любые формы протеста рядом со зданиями судов или у резиденций президента. Свои списки запрещенных мест есть и в регионах. В 2020-м году запретили протестовать у зданий полиции и ФСБ. Есть еще множество ограничений, делающих протест невозможным. Например, в связи с проведением спортивного мероприятия или в период пандемии. Кроме того, место проведения акции может быть своевременно занято другим мероприятием. Ярмаркой меда, городским концертом или ремонтными работами. В России есть гайдпарки, специальные площадки для проведения публичных мероприятий. Вот только расположены они зачастую там, где ваш протест вряд ли кто увидит. То есть смысл акции сводится к нулю. Помимо всех этих ограничений, у власти есть множество других рычагов, чтобы повлиять не только на организаторов и участников акций, но и на граждан, которые случайно или не случайно заинтересованы темой протеста. Посты и репосты на околопротестную тему суд может истолковать как призывы к несогласованной акции или даже массовым беспорядкам. Во время пандемии задержания и обыски легко объяснить нарушением санитарно-эпидемиологических правил. Но можно запугивать людей и по-другому. Посылать приветы из военкомата, наносить визиты от органов опеки, угрожать отчислением из института или увольнением с работы. С помощью всех этих ограничений вокруг свободы собраний российские власти преследуют две цели, говорит Шедов. С одной стороны, это инструмент цензуры нежелательных высказываний, а с другой – маргинализация участников протеста. Кажется, что вообще творческий гений правоприменителей настолько широк, что по сути дела любой правовой институт и любая особенность может стать таким своеобразным рычагом давления. И все же возможность протестовать безнаказанно в России остается. Примеров тому немного, но они есть. Взять хотя бы первые акции протеста в Хабаровске летом 2020-го, которые проходили более-менее спокойно. Просто гарантии закона и конституции России, судя по всему, избирательные. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...